И у нас прегейм-шоу. Мы начинаем с Тони Родригеза. Он такой, знаете, стритболист, путешественник, некая версия нашего Фёдора Кунюхова только с баскетбольным уклоном. Я путешествовал по Испании, а потом у меня стало 129 стран. Это процесс, да, в котором он находится. Который требует очень много сердца, вкладывания сердца в это дело и решительности. Самый нижний пункт Африки до самого северного пункта Европы 50 тысяч километров. Дамы и господи, это весь земной шар. А вот и капитан Кайл Хайнс. Этот парень мы встретимся в 2021 году. С этим парнем мы встретимся. Это подарок от Кайла Хайнса, Тони Родригезу, путешественнику из Испании. Да, пожалуйста, надевай прямо сейчас. Класс. И теперь мы должны сделать с ним 40 тренировок. Мы можем сказать на камеру, что у Кайла Хайнса есть своя баскетбольная команда. Я бы хотела быть в контакте с ним. И сделать какие-нибудь крутые события, любительское такое полупрежнение спорта. Кайл, спасибо большое, Кайл. ЦСКА вперед. ЦСКА вперед. Оу. Отлично получается, отлично получается. ЦСКА БАМОС. А, БАМОС. Это по-испански, да. Мы будем так сегодня болеть. Давай, давай. Давай, давай. Хорошо. ИДЖЕЙ МЕК. Привет, как дела? Привет, все нормально? Здесь хотел бы ты сыграть на... Можно я вот так вот, можно чуть-чуть? Я вот покажу. Ну, это же прям красота. Слушай... В этой косе... Против какого-нибудь игрока. В этой косе уже 13 лет. Ууу. Ну, примерно. Поэтому... Моим волосам тоже. Я думал, я бы не, не знаю, не решился. В РИВАТ РЕДИ на спорту. Хорошо, на бороду. А на бороду легко вообще. Я бываю без бороды. В принципе... Сейчас мы тебя подобьем. Что, в принципе... Мы сейчас можем организовать шеллендж. Диджей МЕК может сыграть против игрока ЦСКА на бороду. Ну, это вообще элементарно, мне кажется. Ты угадаешь, кто из них баскетболист ЦСКА, а кто... Нет. Слушай, ну, мне кажется, что баскетболистом должен быть чувак в рубашке. Да. Это Джоэль Баламбо. Это наш игрок. Ну, в пиджаке. Да. Ну, яснее же стало в пиджаке, конечно. Это сложно. Они оба баскетболиста, нет? ХОРОШ! Хотим немножечко испытать и, так сказать, улыбнуться. Снаток английского Василия Артемьев, капитан сборной России по рэкби, прямо сейчас перед матчем ЦСКА Химки покажет вам свои знания европейского баскетбола. Ну, и Ар-Португалия. Или это... Ну... Я просто... Это не испанский язык. Вы понимаете? Да, не исп... Вот, не испанский. Испанский я учил в школе. Я просто испанский чуть-чуть знаю в мои школьные годы. Да. Город Хорк. А? Город Хорк. Город Хорк. А, это Ирландия? А, да! Мы тоже! Мы тоже! Пельскор. Пельскор. Браво! Друзья мои, ну это ли не показатель высокоинтеллектуального человека, который говорит на 2х языках? И который не разбирается в баскетболе. А это вообще неважно здесь было. И прямо сейчас капитан сборной России по регионе Василий Артемьев прокомментирует игру центрового. ЦСКА Джоэля Баламбоя в прямом эфире. Отлично. Отлично. Учаренная equal to 2-поинтера. Хм, что же рапплодатель. Г concretный движок. Он отправил нашу локарцев на подогрев, и вот он в баскетболе. Отлично. А теперь на русском? Отлично виднее площадки Покричневый затылком видел эту корзину И исполнил бросок сразу с разворота Ну, во-первых, здесь я могу отметить этот пас Под прессом Ай, приплел еще с таком Вот командный игрок, спасибо большое, Василий Вот это был дебют только что Василий Артемьев в качестве комментатора Мне бы реквиз сначала комментировать Потом уже баскетбол Но баскетбол очень круто у тебя получается На всех языках Евгений Сырых, Василий Артемьев Сборная России по регби Увидимся здесь совсем скоро Следите за нашими аунтами в соцсетях Счастливо! Спасибо, спасибо за приглашение Хороший такой интенсив был Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!